Вот поставили только что тебе инструмент Санамон, но ты уже знаешь, что программа джепартит, при установке с официальной сборки, она в нее входит, вызов образ, а когда ставишь вот сюда, ее нет. И если здесь набрать, допустим, две буковки джепартит, ку-ку, поэтому запускаешь программу вот эту и набираешь там джепарт и ставишь эту программу нашу. И мы сейчас посмотрим, что же мы, как говорится, все-таки сделали и что мы можем еще тут сделать. Ставь ее, установить, да. Ставится она быстро, программа по объему небольшая, но очень, скажем так, полезная. Программа поставлена. Теперь, значит, закрывай менеджер программ. Иди открывай джепартит. Набери в поисковой строке просто две буковки GP, она моментально у тебя выскочит. Вот она уже. Да. Вот смотри. Значит, какие у нас с тобой сегодня были перипетии. Мы пытались поставить Linux, Min, Sonamon в системе MS-DOS, ничего не получилось. Официальная сборка с уничтожением, с форматированием целого диска встала по своим законам и правилам, встала надежно. Но в формате GPT. Это было раз. И второе. Она вот сделала объединенный размер, порядка, значит, получается 450 гигабайт, одним общим разделом. Чего нам, в сущности, абсолютно не нужно. Почему? Потому что вот, на разделе 50 гигабайт встала Linux, Min, Sonamon. В развернутом виде она занимает 6 гигабайт и еще 43 свободно. В 7 раз еще больше. А если полетит раздел, а у тебя вот здесь, вот на этом разделе, мы тебе программой SystemBug, мы тебе создадим хорошие, надежные, откатные копии, где ты будешь хранить, так сказать, весь свой, так сказать, Linux, Min, Sonamon, скажем так, по этапам. Будешь делать там бэкапы, там 3-5 бэкапов, и всегда, в любой момент, на любой из них сможешь восстановиться. А вот эти разделы, значит, при переустановке мне оставили, как говорится, нетронутыми. То есть, мы зашли в целиком размеченную, как говорится, по канонам Linux, Min, Sonamon, установку на цельный жесткий диск. Он нам это дело все произвел, мы с флешки взяли, уничтожили вот этот раздел, он был один. Сделали ему resize, уменьшили его до 50 гигабайт. Попробовали загрузиться, он не загружался. Затем, значит, зашли, снова поставили с флешки официальной сборки Linux, Min, Sonamon. Мы поставили сюда только что, только корневой раздел. После чего у нас Linux, Min спокойненько и наглым образом взял и стоптовал. И плюс у нас вот, твори, выдумывай, пробуй. Кладовочка на 400 гигабайт. То есть, тут за глаза, как говорится, хватит и за уши. Значит, что теперь будем первым делом делать? Рома, меня слышно? Да, да. Давай опять иди ко мне на мой блог. И оттуда мы с кладовочки скачаем несколько нужных файликов. Так. Ну, сейчас что делаем? Идем ко мне на кладовочку на Mega. Первым делом заходим в Cherry 3. Вот файлик Команды и Видео скачиваем. Раз. И одним списком в текстовом формате еще файлик скачиваем. Вот этот. И одним списком еще в формате тоже кладовочки скачиваем вот этот файлик. Тут у нас уже мы нажимаем «Сохранить файл». И пусть он сохраняется. Ок. Иди в терминале, оно у вас должно устанавливаться одним списком, да? Ну, это мне надо еще несколько раз проверить или проверить, но вообще-то да. Я просто эти команды так. Теперь дальше давай. Ох-ох-ох. Конфигурационный файлик по Cherry 3. Скачаем. Штучка хорошая, чтобы там лишние настройки не делать. Ок. Репозиторий. Вот здесь нам один файлик нужен будет для SuperBoot Мелленджера. Ну, в принципе, тебе одна операционная система, тебе даже и поисковик операционных систем, собственно говоря, и не нужен. Ну да, вы мне объясните, в чем функция репозитории? Ну, репозиторий – это, грубо говоря, кладовочка, где хранятся необходимые программы. И создатели программ, они создают такие кладовочки. Ну, в зависимости, там, от версий Минта и так далее, значит, кладовочки бывают разные. Вот это у меня, значит, репозиторий, тут я отложил один. Это, значит, репозиторий, скажем так, от версий, там, типа, Трасти. А вот самое смешное, что, допустим, не захотел, ну, вот я тебе покажу просто, что последняя версия 17.3, она не хочет устанавливать SuperBoot Мелленджер. Вот, вот хоть яйков на голове тиши, покажу. Так, ну, что у нас тут? Да, нам по барабану, собственно говоря. Так, все необходимое сделали, сделали. Ну, все, здесь можем уже лавочку прикрыть, закрыть. Сейчас только конки распакуем. Ну, вот, а это можно будет и удалить. Значит, ну, первым делом, в текстовом режиме, просто-напросто. Идем сюда, и вот отсюда ставим только вот эту программку, Cherry3. Вот она, видишь, да? Вот мы терминальчик открываем и сюда переносим это дело. Нажимая Enter, вставь пароль единичка, и процесс пошел. Enter. А когда мы, значит, установим программу Cherry3, мы к ней, значит, мы ее запустим, а потом, значит, к ней конфигурационный файлик засунем. Пока тут это дело идет установка, значит, я вот эти две штучки даже не буду там сильно вот так вот на английском языке так, перейди в английскую раскладку и напиши Cherry3. Cherry3. ЦХ, да? Нет, Y. Cherry3 не из точкой, а... Да, Y. Да, Enter. Ну вот. Сюда я, значит, помещу вот эти два файлика. Ну и на всякий случай конфигурационный файлик. Вот оно. Скопируем. Да, тоже поместим сюда, и пусть он тут сидит себе. Вот пригодится. Так. Вот здесь вот, курсор мигает, нажми Enter. Желаю... Желаю продолжить. Теперь выдели, что она тебе предлагает установить. APT Install Indicator. Вот выдели. Только, ну, у тебя... Нормально, да. Вот так. Скопировать. Правой кнопкой мышки скопировать. И вставь туда, куда мигает курсор, да. Всё. Теперь, значит, вот идёшь вот сюда, и запускаешь Cherry3. Вот когда мы первый раз её запустили, там уже появится вот здесь вот в корнёвом меню. Мы сейчас только сделаем, чтобы было видно скрупные файлы. В конфиге появится, значит, Cherry3. Даже тут конфиг не захотел прописывать. Вот оно. Вот мы сейчас его самым наглым образом удали. Ага, не хочет. Так, загружки. Так. Вот оно. Тум-тум-тум-тум. Копировать. И вставить сюда. Это дело мы сделали. Теперь... Надо будет... Ну, потом поместишь его в папочку Cherry3. Ладно. А я пока зайду в загрузки. Вот один с тиском. И вот здесь у нас, значит, тут и будет все наши чудеса. Cherry3 мы поставили. Раз. Значит, отметим этот цветом. Ну, например, жёлтым. И рекомендации по Cherry3. Значит, тут мы всё это поставили. Поставили. Так. А здесь, значит, программа для записи с экрана. SystemBug. Ну, вот. SystemBug я считаю, программа нужная. Это ты потом поставишь. Я самое необходимое сейчас поставлю. Значит, так. Не понял. Ну-ка. SystemBug. И установить рекомендации. А вот это уже относится к другой опере. Это относится к Konki. И будет это выглядеть вот так. Ну, вот. А мы сейчас вот открываем терминалчик и переносим туда вот эту вот команду. Поставим SystemBug. Не, не. Зачем? Можно просто перетащить. То, что ты выделил, это равносильно тому, что ты скопировал. По выделенной области нажимаешь левой кнопкой мышки и нет... Неправильно. Подожди. Нет, нет. Я просто терминал открываю. А его отсюда проще открывать или что? Вот. Терминал же был закрыт. Да. Вот ты сейчас его открыл. Открыл. Теперь, значит, так. Вот смотри. SystemBug. Вот ты все выделил. Нажал левую кнопку мышки и не отпуска... И перетащил. И перетащил сюда ее. Понятно. Курсором здесь уже в терминале кликнул один раз и нажал Enter. Выводи пароли, нажимай Enter. Подожди, я вот... Вот. Просит тебя нажать Enter. Ну и нажми еще раз. Продолжим, да? Курсором встал. Enter. Да. Так, теперь еще повторять команду вот эту. Если просит, так. Это на 5 будет просить поставить SystemLocal и так далее и так далее. Ну, поставь... Да, выдели, поставь. Потом мы все равно его перенастроим на свой лад. Копируй. Да. И вставляй, да? Так. SystemBug сделали. Поставим коночки. Системный монитор. Это штука, скажем так, полезная. Перетаскивай. То есть я желтым цветом отмечаю программу, которую мы уже поставили. Так, вот здесь надо вот так вот сделать. Так. Здесь вот так. Это программа-видеопроигрыватель. Ну, видеоролики смотреть. Так. Подожди, подожди. Дай мне ползунком ниже пробежаться. Смена обоев тебе нравится программа или нет? Так. Вот, бери ее. Выдели. А дальше я скажу, что сделаешь. Выдели. Теперь не перетаскивай. А есть еще другой способ. То есть я тебе говорил, что выделение равносильно копированию. Теперь идешь в терминал и кликаешь там мышкой. Не, не, не надо. Просто на левой кнопкой мышки кликаешь. Да. А теперь нажми на колесико мышки. Нормально? А, нажимай. Все понял, ага. То есть это означает, что надо сильно вставить. Нажимаешь Enter и пошел процесс. Угу. Тогда он еще проще. Да. Enter. Ну, вот, без этой красавицы вообще никуда. Я считаю, что эта программа очень хороша. Эстериста. Да, там она... Ну, хорошая программа Олина, что там говорить. Так. Вот здесь вот, переходишь сюда курсором, просит продолжить. Ну, нажми Enter. Просит тебя. Выдели, скопируй и вставь. Ну, зачем ты такой большой кусок-то? Ты копируй только от и до. Вот. И до слайд-шоу. Нет. Ага. Так. Стоп. Ну, вот так вот сделай. Вот так. Идеально. Вот посмотри. Если первая буковка стоит D, да, большое, да, то это ты можешь завести или английскую ES, или русскую D, или просто нажать Enter. То есть большая буква предполагает Enter. Я просто думал, что это обязательно ES надо делать. Нет, можно E, можно русскую D, а можно Enter нажать, и все. Если я затер, это мне нужно обратно сделать, да? Когда восстанавливается. Так. Давайте вот что. Вайн мы тебе ставить не будем. Так, мы тебе поставили сейчас варить, да? Варить. А вот здесь то, что я стер. А что ты стер? Сейчас проверим. Что я стер. Вот. А, мы Ubuntu Trick не поставили, что ли? Угу. Ну-ка давай, это самое, вставляй туда курсор, в терминал. И колесико Enter нажми. Я же терминал не выделил, вытыкнул, а она там стерлась. Ну, теперь будешь поумнее. Так, программа-то нужная. А вот мы с тобой, видишь, забыли. А вот теперь, вот я думаю, что эта красавица никуда не денется. В терминале нажми Enter. Теперь, значит, смотри. Подожди, выдели кайронок. До амперс... Нет, подожди. Подожди, подожди, руки убери. Вот я делаю, чтобы полегче было. Иди в терминал, и там кликай ревой кнопкой мышки и нажимай колесико. Enter. И вот D большая, да, Enter и все. Так, и ты все команды его, да? Подожди, подожди, нет. Мы больше, я дополнение не люблю ставить кайродоку, потому что там они дофига всякой шелухи дают. А вот программка архиватор RAR, программка хорошая. Вставляй курсор в терминал и нажимай колесико. Enter и вперед. Пока там ты это дело делаешь, а я вот здесь вот сейчас тут уже подготовлю. А рекомендации тоже экзамен стоят, да? Подожди, 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 подожди. Я пытаюсь. Так. Вот однооконный скайп, очень хорошая программа. Мне ее порекомендовал Сергей Тимченко. Классная прога. Давай вот скопируй ее и вставь. Enter нажми. А я сейчас сюда еще перенесу одну. Ну, а у меня был где-то здесь. Так. В самом конце был проведер сейчас нового. Ага, вот. Вот этого дружочка мы сейчас... Вот так вот скопируем. И вставим его вот сюда. Так. Мы, значит, поставили RAR. Отмечим желтым цветом. А потом ты уже будешь смотреть, что там желтым цветом не отмечено, значит, нам это само не надо. Это я вот у тебя просто-напросто уберу, чтобы она у тебя мозги не парила. Значит, вот это мы с тобой поставили. Ну, и теперь давай Крузейдер. Он долго ставится, но программа хорошая. Сам помнишь, да? Да. Энтер. А мы тем временем время терять не будем. Значит, что мы сделаем? Мы сейчас панельку переместим наверх. Изменить панель. Переместить. И вот здесь вот кликнем. Здесь, значит, мы сделаем настройки панели. Сделаем ее несколько пошире. Под наши глазки. Так. Да нет. Получается то же самое. Так. Ну, нажми тогда Enter здесь. Так. Дальше. Сюда. Апт-гет. Апдейт. Ну, давай сюда. Нажимаем Enter. Ну, давай сюда. Апт-гет. 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 Ставим иконки менеджера, нажимаем Enter. Ну и в чем же дело появился, ну голубчик, нахалл. Значит, первым делом я запускаю любую коночку вот здесь. Почему? Потому что для меня важно вот что. Теперь из отдела загрузки, вот эти коночки я копирую или вырезаю, иду вот сюда. Вид, скрытые файлы, конки вот здесь, и я сюда вставляю наши коночки, вот. Когда они у нас вставились, вот теперь я уже спокойно иду, повторно запускаю конки менеджер, и у нас вон появился конки РУС, этот я убираю, подставляю вот эти коночки. Здесь выставляю в установках, чтобы он автоматом запускался при загрузке системы, первое, дальше, ну здесь уже видно, что он подключен, вон уже эта самая сеть идет. Вопросов нет, файл подкачки у нас, значит, подключен, все нормально работает, все нормально, все путем. Так, что еще, значит, опять-таки, хочу вот тебе еще раз, как говорится, напомнить, ты понимаешь, оно берется из опыта, значит, посмотри настройки теперь, вот тут кликнем, вот левый нижний угол, вот по нему нужно вот так вот, кликни по нему правой кнопкой мышки, здесь ты ничего не увидишь, нужно, чтобы другая табличка появилась, нужно, чтобы появилась, надо несколько раз это сделать, нет, 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 погоди, вот, и вот когда такая появляется, первое, ты, значит, чтобы он запускался автоматом при старте системы, и второй раз идешь в его настройки, в настройках сразу идешь на дополнение и вот выбираешь эту справку, там эти ярлыки, там этот быстрый набор, там это поделиться, ну и нафиг не надо никому. Дальше, переключатель вставляешь, меню приложения вставляешь, так, рабочий стол тоже можно убрать, недавнее событие можно убрать, проигрыватель тут, ну, оставляешь только самое необходимое, все, закрыл. Вот здесь вот, можно вернуть переключатель обратно на панель, вот, у тебя 4 рабочих стола, вот сейчас на первом рабочем столе ты, теперь, значит, смотри, как это будет выглядеть, вот, например, вот здесь у тебя Cherry 3, вот ты переходишь на второй рабочий стол, на втором рабочем столе, ну, давай посмотрим, чем мы займемся дальше, значит, кайродок, Cherry 3 мы, значит, сделали, конки, значит, сделали, так, джепартит, джепартит нам бы запустить вот здесь бы, и крузейдер, я их люблю прикреплять именно в кайродок, так, а ну-ка, давайте посмотрим, будет ли он в кайродоке, будет, ну, все, вот смотри, я хочу, чтобы крузейдер у меня был закреплен не на верхней панели, а вот, в кайродоке, а здесь иди в настройки, я тебе уже показывал, нажимаю ОК, ОК, отмечай галочкой показывать эмулятор цивернала и сохранять установки при выходе, вот, сохранять установки, да, Apply, применить, внизу, да, закрыть, и вот теперь смотри, иди в сервис, сервис, видишь, да, правой кнопкой нет, консил, выйти, сервис, да, добавить на тулбар основная панель инструментов, да, и вот теперь запуск крузейдера в краневом режиме сделал очень удобным и простым, запускай его, закрывай это большое окно, потому что у тебя уже, я имею ввиду, что, да, да, ОК, ОК, и опять-таки показывать эмулятор и сохранять установки при выходе, Apply, применить, закрыть, и закрыть, закрыть, теперь, значит, под настрой хрузейдера под свой, нет, 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 экранчик, вот, например, вот так, помнишь путь, по которому, значит, мы ходили, чтобы сделать прозрачную панельку, user, share, теперь беги вниз, ищи темы, тхемае, 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 теме, вот, заходи в темис, Linux Mint, нет, ты уже пролетел, Cinemo, и вот здесь нажимаешь вот здесь на расширение, и вот этот файлик он только один CSS, вот ты входишь, и теперь, значит, идешь сюда, и какое словечко ты заводишь? Анель. Ну, заводи. И теперь, вот, девятки меняешь на нули, ноль, и следующая девятка, да, ноль, сохранить, сейв, кнопочка в левом верхнем углу, да, и волшебная комбинация из трех клавиш, обновить экран, Ctrl, Alt, Esc, абсолютно правильно, все, у тебя верхняя панель прозрачная, закрываешь Crusader, и я хочу поместить на нижней панели вот две важные программы, значит, SystemBug и Gparted, они здесь в меню находятся, вот возьми, найди мне здесь вот среди вот этих вот SystemBug и Gparted, не-не-не-не, вот, первое, утилиты, зайди в утилиты, так, в утилитах я, системный монитор, видишь? По нему кликаешь левой кнопкой мышки, и не отпуская левую кнопку мышки, тянешь и ставишь его на карадок панель рядышком с терминалом, вот, ну, давай сюда поставь, да, вот, вот эти вот очень хорошо рядышком всегда быть, тоже хорошая штучка, а теперь таким же макаром, затащи сюда SystemBug и затащи сюда Gparted, вот, можно сюда и Crusader затянуть, и конки менеджер, ну, это терпит, так, системные администр... вот SystemBug, да, рядышком, вот, с системным монитором, между, за системным монитором, ну, да, да, вот сюда именно, о, великолепно, ну, и теперь осталось дело за Gparted, да, то есть, в принципе, со временем вырабатывается, скажем так, функциональная такая штучка для... нет, системные утилиты, системные утилиты, системные... теперь иди в администрирование Gparted и таким же образом тяни его и за SystemBug поставь, или перед, без разницы, но они рядышком хороши, да, вот. Вот, поле для работы, как говорится, сделано. Теперь, давай будем с тобой, значит, это самое, немножечко издеваться. Значит, так, первым делом, значит, Заводи пароль. Значит, у Linux, Minson, Amon, троечки, болезней много. Одна из них в файле Casper. Заведи название Casper. А что это он в файле, как Casper, что ли, не видит? Это еще что за чудеса такие? Это еще что за чудеса такие? В новой редакции. Вот оно. Так. Много моих роликов смотрел, да? Ну да. Указать версию. И указываем версию, вот. Он только с ней работает. Назначаем ее. И применить. Иначе он из-за образа не будет нормальность создавать. Мало того, то, что мы его принудительно установили, так мы сейчас еще принудительно его и заблокируем. Вот таким вот образом. Это что значит? Программа SystemBug, если стоит Casper версия 1.340.2, она неправильно работает. А теперь, к большому сожалению, мы будем русский язык здесь убирать, потому что тоже выдает меню с кракозябрами. Поэтому идем вот сюда. Настройки. Переопределить язык. Ну, если, как говорится, не желается, чтобы были образы с кракозябрами, то лучше вот так вот сделать. Еще раз стартовать, но уже на английском языке. Вот. И теперь, значит, уже этой программой можно будет создавать, скажем так, резервные копии. А теперь, открывая G-Party, то мы немножечко поиздеваемся над разделами. Вот. Я хочу обратить внимание, значит, на особенность. Вот. Не зря я тебя спросил. А что у тебя на ноутбуке стояло? И ты мне сразу сказал, восьмерка. Так вот, я, очевидно, уже теперь приобрел очень, скажем так, полезный опыт, что ноутбуки, на которых стояла Windows 8, это такие вреднючие создания, что практически лучше их разделы не трогать. А хотите поставить Linux Mint, ставьте целиком, потом, значит, уменьшайте там этот размер, делайте resize и по новой ставьте Mint. Или, значит, самое важное, чтобы был создан вот этот загрузочный сектор. Ну, как можно было посмотреть? Да. Wer하게 URLDeке видео для HotelTod ہےysf desarroll очень множество из одинаково 78 Г-F密 Дерриника. В формате FAT32. И вот он называется BOOT u pue�Sbey Pi. Вот такой вот файлик должен быть. Тогдаammed Sendomon будет грузиться нормально. Вот этот у нас примонтирован. А вот этот раздел у нас не примонтирован, мы с ним сейчас можем что хочешь делать. Объясняю, популярно оценка программа в каждом номере таких разумений. изменить размеры, значит например я хочу сделать учебно-тренировочный какой-нибудь там диск размером 30 гигабайт, это будет в целочисленных значениях выглядеть вот так, что для этого я сделаю. А для этого я вначале, а то сильно будет долго делаться этот resize, а я просто вот возьму этот раздел и удалю, потому что на удаленном вот нам сейчас будет гораздо проще создавать новые разделы и быстрее, а так бы там ждали до второго пришествия. Вот, создали раздел и написали здесь там VRK 1, то есть учебная, учебная, ну рабочая 1, VRK, W, английская, W, да, VRK 1, добавить, кнопочка добавить, значит дальше новый, все то же самое, только назовем VRK 2, то есть будет два раздела под самые разные опыты с локсами, вот, а все остальное пространство, да заради бога, просто взять, тут написать дата английская, английскими буковками, да, то есть кладовочка данные и нажимаем кнопочку исполнить вот эту вот, нажимай, вот кнопочка вот эту вот, да, применить, и вперед из песней, а здесь, как говорится, тут с этой кладовочкой доходит 10 линуксов на ней, там это самое разделы, сделай под линуксами и ставь их по барабану, вот все, пожалуйста, значит, и раздел приличных размеров под данные, и плюс, значит, два раздела под разные линуксы, но только тогда нужно будет поставить уже супер бут менеджер, ну давай посмотрим, где она тут запряталась, в стандартных, по-моему, должна сидеть, вот, перетащи черешенку и поставь ее, это самое, рядом с Мозилой, ну так, ну теперь давай посмотрим, что значит у нас еще имеется, так, фонки поставили, так, ну, видеоредактор и программа для записи экрана я тебе не ставил, потому что надо будет, возьмешь, поставишь, с загрузчиками, значит, ну тоже будешь, как говорится, уже разбираться, видеопроигрыватель SM Player очень хорошая штучка, понравится, поставишь, вот тут все команды есть, так, вот что нам надо, чем сейчас займемся, мы запустим программу Ubuntu Tweak, а Tweak, вот тут две буковки набираются, T и W, вот здесь в окошке набираются буковки T и W, вот она, вот мы ее сейчас запустим, красавицу, и чтобы она у нас в каэродоке оставалась, что нужно сделать, сделать ее, сделать ее значком запуска, вот все, теперь, значит, взял ее и вот к этим служебным программам и подвинул, то есть оно все, как говорится, вот, по крайней мере, вот эти вот взаимообусловленные, отобежал сюда, например, пошел в очистку, посмотрел, что там с системой, а системы, тут вон, в качке много всякого барахла накопилось, вот, как говорится, вперед из песней, а теперь, значит, что, вот у тебя горит звезда, и настраивай репозиторий себе давай, а я посмотрю, что ближе всего, значит, вот 2RZ.RU бесполезно, хоть он на первом месте по скорости и стоит, а он глючит и не дает людям, так сказать, с нормальной скоростью скачивать, белорусы, те работают хорошо, как говорится, скажем им спасибо, ну, и второй репозиторий тоже, да, давай здесь подождем, посмотрим, что будет, ну, ставь карбину, я думаю, нормально будет, да, применять, обновить кэш, ну, ползуночек бодренько стал ползать, поэтому надежда есть, что обновления у тебя будут скачиваться, так сказать, быстро и нормально, закрывай окошко, правый верхний угол, да, теперь пойдем посмотрим уровни, вот я этот всегда третий уровень убираю, дальше, значит, здесь я всегда вот это вот убираю, убираю вот это, а здесь делаю раз в месяц, вот этого будет достаточно, теперь сделаю проверочку на обновочке, установить обновление, ну, я бы прошел быстренько раз, здесь обычно выскакивает минт флэлком, вот он он, значит, я его сразу игнорировать обновление для этого пакета, это приветственное окошечко, ну, скажем так, и не нужно совсем, а все остальное нажимаю кнопочку и пусть ставится, и пока оно там ставится, я еще вот здесь вот, в автозагрузке, вот этот велкам я тоже удаляю, удаляю, не нужно, пока там идет загрузка, мы сейчас еще можем вот здесь вот посмотреть, в настройках, еще что, у тебя он постоянно в розетку включен, да? у тебя этот компьютер, да, он да нет, на аккумулятор нормально пишет, сейчас тогда вот под настроем питание, сейчас подожди, вот смотри, вот от батареи я тебе, значит, оставляю, а вот когда он включен в розетку, так пусть он никогда и не отключается, экранчик, но дисплей, я думаю, у тебя размеры-то правильно выставлены, да? Так, и, значит, тут вот еще одна такая штучка есть, вот, экранная заставка, вот средняя вкладочка, и в ней, значит, я тоже делаю никогда и вот эти убираю, все, лучше, если он у тебя включен, так и безо всяких там этих чудес и прочего. Так, здесь предпочитаемый, я люблю ставить, еще мы забыли, не поставили тебе Google Chrome Browser, это я поставлю сам, не надо. Да, поставишь сам, ты скачаешь через мобилу дебяновский файлик, и его установишь. А потом в этих предпочитаемых приложениях обязательно выставишь не Mozilla уже, а Google Chrome. Вот практически и все. Так, система обновлена. И теперь, значит, я всегда проверяю, не слетел ли все-таки наш любимый файлик Каспер. заведи Каспера здесь в поисковом окошке. Не слетел, ну, слава Богу. И вот, когда вот такая вот, скажем так, подготовительная работа сделана, так, почему-то у нас мы еще варите вроде бы и не включили, а обувинка взяла и поменялась, да? Вот нахалка такая. Давайте фон рабочего стола все-таки мы поменяем. Потому что тут важна информация системного монитора. Вот, чтобы видно было, что у нас 50 гигабайт выделено под корневой раздел, а занято только 10, а 40 он еще свободно. То есть вся нормальная система информации вся видна. И здесь все данные у тебя хорошо выдают. Многие жалуются, что у некоторых конки не показывают температуру, у кого-то не показывают адрес интернет-провайдера. Но это уже зависит, как говорится, от железа. Вот, что могу только сказать. Ну, а теперь приступаем к самому, скажем, нудному, но очень важному моменту. Запускай крузейдер в корневом режиме. Значит, вот здесь у тебя огромнейшая кладовочка. Вот она. Этот файлик я обычно всегда удаляю, потому что он абсолютно, значит, не нужен. Вот, F7, новая папка. Я здесь обычно пишу такое словечко английское. бэкапс. То есть, это самые сделанные копии. Здесь, значит, я пишу большими буквами L, M, C. Ну, и напишу версию 17, допустим, точка 3. В ней делаю подпапочку. Сделаю в ней там три папки под номерами 1, 2, 3. Вот здесь заведем единичку. Опять новая папка уже двоечку и троечку. Объясняю, почему. Значит, по умолчанию резервная копия систембака создается на вот этом разделе. На котором у нас вот на корневом разделе. Если что-то происходит с корневым разделом, то, естественно, и накрывается программа систембак. Хоть это и редко, но это теоретически, но может случиться. А вот когда создается абсолютно на отдельном разделе жесткого диска, никак не связанного с корневым, создается, значит, вот тут ты можешь там и 4, и 5, и 10 сделать вариантов, то вариант того, что ты всегда восстановишься, повышается в разы. Запускаем систембак. И вот смотри, видишь, по умолчанию, что я тебе говорил, папочки Home, то есть вот на этом разделе. Случись что с разделом гуляй. Идешь сюда, идешь в медиа, идешь в root, идешь в data, идешь бэкапы, идешь в LMC, и вот где нет копии, она вот так вот и есть. А в следующий раз зайдешь, она уже будет циферка зеленого цвета, то есть там уже она занята. Нажимаешь окей, вот, и нажимаешь создать новую. и создаешь нормальную, скажем, первую твою копию рабочей системы. А тут мы там тебе сейчас там мы можем поднастроить, поставить там погоду, выключение. Это бокс мимо. Пока он будет ставиться, вот, оплетим на панель, сейчас она кэшик обновит. Добавляешь погоду, и вот здесь словечко OFF. Добавляешь его. Пошел сюда, погода, добавить на панель. Панель быстрого выключения, добавить на панель. В следующий раз перезагрузка. Мне еще надо 3. Что, что? 3 радио тоже там? Я не смотрел, посмотри, покопайся, я ставлю, скажем так, самое необходимое. Теперь идем сюда в настройки. вот здесь вот заведи свой город Нижневарковск английскими буковками. там сейчас вспомню, как там пишется так. На всякий случай, подожди, скопируй название. Если что, то мы еще на другом сайте поищем. Да, на этом есть. Ну, тогда копируй шифр. минус 8 у вас. А вот прогноз, конечно, форшивенький. Солнышко даже из-за боку не выползает. Здесь я обычно вот эту панельочку я ее убираю, потому что она абсолютно не нужна. что надо. Зашел в настройки, как говорится, там зашел в учетную запись и там и пароль себе сделал с километр длиной и все что угодно. Без проблем. Теперь пока идет создание первой резервной копии, получимся удалять ненужные допустим вот иконочки с Skyrodok. Вот как ты уберешь? Вот она тебе нафиг не нужна. Как обычно на винде наверное не удалишь. нажми правой кнопкой по ней. По ней? Удалить. А вот там. Удалить, удаляй ее. И на зеленую галочку нажимай. Программой вот этой почтовой пользуешься ты или нет? Нет. Удаляй. вот этой вот фигней ты пользуешься? Пензином надо будет посадить. Да. вот видишь мы хорошенько у тебя тут все это подразгрузили. То есть самое необходимое потом по мере сказать когда все поднастроится некоторое опять-таки можешь уже поубирать с панели опять-таки беспроблемно. То есть настраиваемость ценамона под нужды пользователя конечно очень хорошая. Ну и теперь давай-ка мы с тобой запустим вот такую программочку. Набери здесь в окошечке VAR одинарная английская буковка. Вот это вот. продолжить это первый раз так продолжить а вот участвовать анонимно менять при обои при запуске каждые пять минут да ради бога. Надо тут можно выставить и часы и дни как кому нравится. Посмотри сам частоту сам установишь. опция номер один очень хорошая и красивая переключатель обоев вот все что сейчас программа может тебе предложить уже вот можешь среди вот этих вот обоев выбрать так ну давай посмотрим ну допустим откуда начать да да вон тут по барабану можешь вот так вот можешь вот такой вот такой вот допустим туманные горы там вот тоже вроде бы будет неплохо тут тоже что угодно взял переключателем обоев выбрал и ты хочешь чтобы у тебя вот эта обоинка сохранилась до конца перезагрузки до перезагрузки ты из нее вышел и все ах я забыл закрепить программу варите на пеншану на панели каэродок я забыл закрепить набери еще раз ее запустили запустили а я что то здесь ее и нахалка какая ну ладно ну мышь тебе все нужно и одем подруга куда что денешься то так вот она возьми ее и принудительно перетащи поставь ее рядышком самой с вишенкой там или с мазилой да вот все и теперь при всех там своих сбрыгах она тебе как говорится будет а дальше вот допустим тебе понравилось это данное вот красивый вид там пусть а пошел параметры избранное открыть папку сейчас подожди откроется пускай вот она появилась надо сделать фоном рабочего стола нажал скрыть она тебе сделалась фоном рабочего стола вот таким вот образом цитаты нужно но тут только на английском языке вот видишь начинает появляться уже тут можно отрегулировать величину шрифта там это все пятое но это кто там английский кто английский изучает тем как говорится бог в помощь вот а мы же сейчас оценим скажем так размер созданной практически уже заканчивается резервной копией то есть вот сейчас у тебя значит мы сделали такую скажем архитектуру жесткого диска при котором корневой раздел он сам как говорится в себе а все остальное значит уже хранится на отдельном разделе жесткого диска и вот мы это можем очень хорошо посмотреть смотри так извините хочу я хочу посчитать размеры на которые у нас заняла первая первая резервная копия которую мы сделали систем баком у тебя то получилось очень маленькая копия 4,9 гигабайта а я сижу все жду потому что консор то вот здесь вот мигал вот 5 гигабайт у тебя копия получилась то все нормально ну вот таким вот образом ну короче роман я тебе желаю всяческих там этих успехов в познании линукса плюс будет видео урок будешь к нему периодически там возвращаться просматривать там моменты там настройки я думаю сегодня просто огромную работу сделали а для пользователей значит в данном случае вот еще раз хочу значит сказать что вот с такой вот штукой мы столкнулись то есть у нас ни в какую не хотела значит устанавливаться linux min sonomon потому что значит компьютер был ноутбука ноутбук линова да ну на котором была установлена восьмерка винда и вот она форматик любит только вот gpt вот хоть ты тресни а ничего другое на ней больше так сказать устанавливаться не хотелось и тогда вот пришлось вот таким вот извилистым путем пойти значит поставить раз потом сделать resize и потом поставить уже уменьшенный размер жесткого диска поставить на мончик ну а вот с этими разделами неприсоединенными видно что мы тут можем что угодно творить это уже как говорится наше дело вот ну ладно я прощаюсь спасибо вам большое да ладно ладно у меня закон один я тебе помог помог помоги там десяти пятнадцати другим не копи все это в себе хорошо будет действовать по вашему закону спасибо вам большое спасибо вам большое здоровья вам спасибо потому что система хорошая надежная красивая копию делать надежную про вирусы с ней забываешь ну ладно удачи до свидания спасибо вам большое остаточной остаточной